Переводы Оскар Вайлд Лондонские натурщики Перевод Александра Дейчу Читает Евгений Браздор-Брушковский Натурщики-профессионалы Изобретения последнего времени Древним Элленам, например, они были совершенно неизвестны Правда, Магафия рассказывает, будто перикул Дарил дамам из высшего афинского общества павлинов За то, что они позировали его другу Фидию И нам точно так же известно, что полигнот Изобразил на своем портрете лицо троянской женщины Эльпиниции Знаменитой сестры величайшего демагога Консервативной партии той эпохи Однако эти грандам, очевидно, не могут подойти Под нашу категорию Старые мастера, без сомнения, часто писали этюды со своих учеников и помощников И даже картины религиозного характера Изображены их друзья и родственники Но им не приходило и в голову Что они могут иметь безмерную пользу От существования целого класса людей Единственная профессия которых – позировать Натурщики в нашем смысле являются прямым порождением академических школ Каждая страна имеет своих натурщиков Кроме Америки В Нью-Йорке, а также в Бостоне Хороший натурщик – такая редкость, что большая часть художников Вынуждена изображать Ниагару и миллионеров В Европе не то Здесь мы имеем в избытке натурщиков разных национальностей Наилучшие из них – итальянцы Природное изящество их телодвижений Удивительная колоритность их облика Делают из них легко, даже слишком легко Натурщиков Французские натурщики, хотя не так красиво, как итальянские Тем не менее, обладают быстрой сообразительностью И замечательной способностью понимать художника Они также обладают умением менять выражение лица по приказанию Им свойственна драматичность Они могут также хорошо болтать на жаргоне ателье, как и критик Жильблаза Английские натурщики составляют самобытный, своеобразный класс Они не так живописны, как итальянцы Не так красивы, как французы И в них совсем нет традиций их сословия, если можно так выразиться Часто бывает, что в дверь мастерской постучит какой-нибудь дряхлый ветеран И предложит свои услуги для позирования в виде аякса, призывающего на себя молнии Или короля лира в пустыне во время бури Недавно некоего популярного художника посетил один из этих ветеранов Как раз в ту минуту, когда тому понадобился натурщик И он предложил ему стать на колени в положении молящегося «Как прикажете, сэр, по-библейски или по-шекспировски?» Спросил ветеран «По-шекспировски», — ответил художник Заинтересованный, каким тонким нюансом выражения лица натурщик оттенит разницу «Готово, сэр!» — произнес профессор «По-шекспирование» И, торжественно став на колени, начал мигать левым глазом Этот класс теперь вымирает В наши дни обыкновенной моделью является смазливая девушка в возрасте от 20 до 25 лет Которая ничего не понимает в искусстве и мало печется об этом А ее единственной заботой является мысль заработать 7 или 8 шиллингов в день С, возможно, меньшим беспокойством для себя Английские натурщики даже и не взглянут на картину И никогда не отваживаются на эстетические рассуждения Действительно, они вполне осуществляют идею Уистлера О функции художественных критиков Так как они совсем лишены критического мышления Они принимают все школы в искусстве с величайшей безразличностью акционера И позируют также охотно молодому, причудливому и причудливому импрессионисту Как и ученому и трудолюбивому академику Они ни за уистлеристов, ни против них Их не трогает разница между школой фактов и школой эффектов Идеалистические и реалистические лозунги проходят мимо их ушей Их единственное желание – теплая студия и горячий завтрак Так как все любезные художники угощают завтраком своих натурщиков Им совершенно все равно, что от них потребуют делать В понедельник одеждой служит лохмотье для этюда нищенки мистера Помнера Рисующего трогательные картины из современной жизни, которые вызывают слезы у зрителей А во вторник – пеплу для картины мистера Феебуса Думающего, что все истинно художественные сюжеты должны быть взяты из эпохи до Рождества Христова Весело проносятся натурщики через века и народы, и подобно актерам Они интересуются только тем, чтобы не быть собой Они удивительно покладисты и добродушны «Кого вы желали бы изображать?» – спросил молодой художнику натурщицы Передавший ему свою визитную карточку Все натурщицы, между прочим, имеют визитные карточки и маленький черный мешочек «О, сэр, все, что вам угодно!» – ответила девушка «Даже пейзаж, если это необходимо!» Надо признать, что все натурщицы – филистеры в умственном отношении Но зато, по крайней мере, они в физическом отношении совершенны Хотя ни одна из них не говорит на языке эллинов Многие по наружности – гречанки, что, конечно, имеет огромное значение для художника XIX века Если им позволить, они будут страшно много болтать и всегда ни о чем Все их замечания – банальности, слышанные ими среди богемы Во всяком случае, хотя они и не умеют оценить художника как человека Они весьма чутки к любезности, уважению и великодушию Красивая натурщица, два года позировавшая одному из наиболее выдающихся английских живописцев Вышла замуж за уличного продавца грошового мороженого Ко дню ее замужества художник прислал ей красивый свадебный подарок И в ответ получил изящное благодарственное письмецо со следующим замечательным постскриптумом Никогда не ешьте зеленого мороженого Когда натурщики устают, благоразумный художник дает им отдохнуть Тогда они садятся в кресло и читают дешевую библиотеку ужасов Пока их не пробудят от трагедии литературы, просьбой снова занять свое место в трагедии живописи Немногие из них курят папиросы Другие натурщики смотрят на это как на недостаток серьезности и не всегда одобряют курение Натурщиков нанимают на день и на полдня Плата – шиллинг в час Причем большие мастера еще обыкновенно набавляют на омнибус Два лучших достоинства натурщиц – это их необычайная миловидность и крайняя порядочность Они очень хорошо ведут себя, особенно те, которые позируют голыми Факт, который покажется странным, а, пожалуй, и очень естественным Натурщицы обыкновенно хорошо выходят замуж и часто за художника Для художника жениться на своей натурщице так же опасно, как для гурмана жениться на своей кухарке Один останется без модели, другой – без обеда В общем, английские натурщицы очень наивно добродушны и просты Их добродетели, которые наиболее ценятся художникам – это миловидность и аккуратность Каждая разумная натурщица постоянно ведет запись своих сеансов и изящно одевается Затишье в их работе наступает летом, когда художники уезжают из города Впрочем, в последние годы художники приглашают своих натурщиц следовать за ними И жена одного из наших наиболее очаровательных художников часто имела на даче заботы о трех или четырех натурщицах Так что работы ее мужа и его друзей не прерывались Во Франции натурщицы во множестве отправляются в маленькие приморские деревушки или лесные поселки, где собираются художники Английские натурщицы обыкновенно терпеливо ожидают в Лондоне возвращения художников Почти все они живут со своими родителями и помогают в домашнем хозяйстве У них есть много качеств, достойных бессмертия в искусстве, исключая красоты рук Руки английских натурщиц почти всегда грубы и красны Что касается натурщиков, то их представителем является вышеупомянутый ветеран У него все традиции высокого стиля, и он быстро исчезает вместе с той школой, которую он представляет Ведь старец, трактующий о фузели, прямо не сносен И с другой стороны, патриархи уже перестали быть модным сюжетом для картин Таким образом, натурщик этого рода является настоящим академическим натурщиком Ему обыкновенно лет 30, вид у него почти всегда плохой Но в отношении мускульной силы он прямо чудо Действительно, это апофеоз анатомии И он сам так преисполнен в сознании своего собственного великолепия Что он только и говорит о своих тибия и о своем торакс Как будто ни у кого нет ничего подобного Теперь о восточных натурщиках Число их ограничено, но всегда в Лондоне можно их насчитать с дюжину Их домогаются все художники Вследствие того, что они могут часами оставаться неподвижно Да кроме того, они обладают прекрасными костюмами Во всяком случае, у них весьма нелестный взгляд на английское искусство Которое они считают чем-то средним Между выражением вульгарной личности и банальным фотографическим снимком Далее назовем юношу-итальянца Который или приехал в Англию для того, чтобы стать натурщиком Или делается им, когда его шарманка находится в починке Он прямо очарователен Со своими широкими печальными глазами Обьющимися волосами и тонким загорелым лицом Правда, он ест чеснок Но это можно простить ему за то, что он умеет позировать стоя Подобно фавну или лежа, как леопард У него всегда на готове сладкие комплименты И он хорошо умеет ободрить даже величайших художников любезными словами Английский юноша этого же возраста никогда не позирует Несомненно то, что он не смотрит на карьеру натурщика, как на серьезную профессию Во всяком случае, он редко или почти никогда не берется за это занятие Английских мальчиков также трудно найти для этой цели Некоторые из отставных натурщиков, имеющих сыновей Забивают им волосы, моют лицо и водят их вымытых и сияющих по студиям В новой школе они не по вкусу, но старая их очень любит И когда они появляются на выставке Академии, их называют там «младенцами-самуилами» Художник иногда случайно встречает кипу ребят, копающихся в водосточной канаве И зовет их к себе в мастерскую Сперва они приходят, но скоро перестают исполнять свое обещание Им не нравится смирно сидеть и исполнять строгое и, может быть, естественное приказание Принять трогательный вид С другой стороны, они всегда думают, что художник смеется над ними Это печально, но без сомнения бедняки совершенно не сознают своей живописности Поэтому те из них, которые позируют художнику, всегда думают, что художник просто великодушный филантроп Изобравший странный способ раздачи милостыни, не заслуживавшим ее Может быть, в школах будут объяснять лондонским мальчишкам их собственную художественную ценность И тогда они будут лучшими натурщиками, чем были до сих пор Одну замечательную привилегию имеют специально академические натурщики Именно речь идет о вымогательстве золотой монеты от каждого вновь избранного в союз или в академию Они ждут у Burlington House, пока будет сделано извещение о результате выборов И затем бросаются к дому несчастного художника Прибежавший первым и получает деньги Опоздавшие возмущаются огромным расстоянием, которое они пробежали И поэтому заранее с отчаянием смотрят на избрание художника, живущего в Ямстеде или Бетфорд-парке Так как не пользоваться в этом случае подземной дорогой, омнибусами и другими искусственными способами передвижения считается особенно почетным Побеждает самый быстроногий Кроме натурщиков-профессионалов, позирующих в мастерской Есть хорошие модели и на политических митингах За послеобеденным чаем, в гайд-парке, в той аллее, где катаются верхом, а также на цирковой арене Все эти четыре рода натурщиков восхитительны, но лишь последний из них по-настоящему декоративен Акробаты и гимнасты могут дать бесконечно много толчков творчеству молодого художника Так как они вносят в свое искусство элемент быстроты движений и постоянного изменения Чего не хватает обыкновенным натурщикам, позирующим в мастерской Что интересно в этих рабах арены Это то, что для них красота есть бессознательный результат, а не сознательная цель Результат математических вычислений, изгибов и расстояний Совершенного глазомера, научного понимания эквилибристики и прекрасной физической тренировки Хороший акробат всегда полон изящества Хотя изящество никогда не является его целью Он изящен, ибо то, что он делает, он должен делать как можно лучше Изящен, потому что естественен Если бы древний грек снова явился в мир О, как это было бы обидно для нашего самолюбия Ибо его суд над нами вряд ли оказался бы милостивым Мы бы чаще видели его в цирке, чем в театре Хороший цирк – это оазис эльминизма в нашем мире Когда слишком много читают, а потому не могут быть мудрыми И слишком много размышляют, а потому не могут быть прекрасными Если бы не было беговых состязаний в Итане Бичевой тропы в Оксфорде Бассейнов для плавания на Темзе и постоянных цирков Человечество забыло бы пластическую красоту своих тел И выродилось бы в расу близоруких профессоров и просьез в очках Но владельцы цирков обыкновенно не сознают своей высокой миссии Разве не они мучат нас своей «ут-эколь» и не надоедают нам шекспировскими клоунами? И все же они до сих пор дают нам акробатов Акробат же – это художник Уже то, что он ничего не говорит публике, показывает, как хорошо он оценил великую истину Что цель искусства не в том, чтобы обнаружить свою индивидуальность Но просто в том, чтобы нравиться Клоуна может быть скверным, но акробат всегда прекрасен Он представляет интересную комбинацию духа греческих скульптур с блестками современного костюма Он стал даже фигурировать в романах нашего века И если Манет Соломон снимает маску с натурщиков Братья Земганно являются апофеозом акробатов Рассматривая влияние обыкновенных натурщиков на английскую школу живописи Нельзя сказать, что оно совсем благотворно Впрочем, они приносят пользу молодому художнику, работающему в своей мастерской Давая ему возможность уединить маленький уголок жизни Как говорят французы, от сутолок и окружающей жизни И позволяет изучать его при известных сочетаниях света и тени Но это самое уединение часто приводит художника к манерности И лишает того полного приятия действительной жизни, которая и есть настоящая сущность искусства Одним словом, рисование с натурщиков, являясь средством, не является целью Оно есть просто практическое упражнение Пользование натурщиками тренирует глаз и руку художника Злоупотребление ими дает творению эффект позирования и фальшивой красивости Это постоянное позирование красивых людей Тайна искусственности современного искусства А когда искусство становится искусственным, оно делается однообразным Вне крошечного мирка мастерской с драпировками и брикобраком Лежит мир-жизнь с бесконечным шекспировским разнообразием Впрочем, мы должны различать два рода натурщиков Тех, которые позируют художнику ради нагового тела И тех, которые позируют ради костюма Этюд, сделанный с натурщика первого рода, всегда бывает превосходен Но костюмный натурщик почти всегда скучен в современной жизни В самом деле получится весьма мало пользы Если нарядить в греческие одежды лондонскую девицу и писать с нея богиню Платье может быть афинским, но лицо всегда будет с Бромптона Улица в западной части Лондона Правда, можно встретить порой натурщика, лицо которого сплошной изысканный анахронизм И который прекрасно и естественно выглядит в костюме какого угодно века Только не того, в котором он живет Впрочем, это бывает редко Обыкновенно натурщики совершенно Их надо изображать таковыми К сожалению, это не исполняется И мы видим ежегодно на целом ряде картин Такие фантастические маскарадные костюмы Которые хоть и зовутся историческими Но весьма напоминают ряженых на среднем костюмированном балу Во Франции художники благоразумнее Они пользуются натурщиками просто для упражнений Для законченных же полотен они обращаются непосредственно к жизни Впрочем, мы не должны порицать натурщиков за погрешности художников Английские натурщики весьма почтенные люди Обремененные тяжелым трудом И если они больше интересуются художниками, чем искусством То ведь огромная часть широкой публики поступает таким же образом И большинство наших современных выставок оправдывает их выбор 1889 год, январь Читано по изданию Полное собрание сочинений Оскара Вальда С критико-биографическим очерком и портретом автора Под редакцией Корнея Ивановича Чуковского Том 3 Санкт-Петербург Издание товарищества Адольф Федорович Маркс 1912 год Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...